Памятную доску разместили в коридоре лицея. Сегодня здесь собрались общественники и ветераны. Они вспоминали факты из жизни героя. У него редкая такая специальность была, как вычислитель-чертежник. То есть он определял, куда должен быть направлен снаряд. И от его умелых действий зависело, куда попадет этот снаряд. Теперь историю жизни Александра Никитина расскажут и ученикам лицея. В планах у директора учреждения организовать поездку на могилу солдата. Мы сейчас начали проводить серию классов часов с детьми. Спасибо этому общественной организации, ветеранской, которая предоставила нам материалы. Мы сейчас начинаем и планируем, может быть, даже посетить место, где были установлены памятники. Там, в Камешково, где они жили во Второво. Александр Никитин погиб совсем юным. Ему было всего 19 лет. Практически ровесник десятиклассницы Татьяны Мастерковой. Девушка уверена, открытием мемориальной доски для школы – значимое событие. Я считаю, что это очень важное мероприятие не только для школы, но и, в принципе, для города. Так как очень важно очистить память тех, кто был на войне. Проходяем мы этой табличке, я считаю, что каждый ученик будет останавливаться и вспоминать о ученике нашей школы, который здесь учился. Владимир Симушин в 1985 году прошел подготовку для отправки на войну в Афганистан. Но из-за болезни так туда и не попал. Сейчас мужчина возглавляет общественную организацию и помогает сберечь память о погибших воинах. 12 человек у Владимира, кстати, погибло, афганцев во время введения боевых действий в Афганистане. Все мы им установили на памятный досок. 12 человек – солдаты, офицеры, прапорщиков, покороненные на втором воинском кладбище. Всего на афганскую войну ушло больше трех с половиной тысяч жителей Владимирской области. 87 из них погибли во время введения боевых действий. Илья Лопушенко, Антон Рылов, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.